Потребители оповещены о подаче тепла. Производим пуск котельной. Механизм подачи тепла запускается легким движением руки. Современная котельная работает бесшумно и надежно. От нее отапливаются окрестные дома, но пока тепло пришло в детский сад и школу. Юридически это одно учреждение, а также в больницу. Уже через несколько часов в социальных учреждениях это почувствовали. Школа номер 59 расположена в железнодорожном районе Самары. Ее посещают 205 учеников и 120 воспитанников дошкольных групп. Мы не подошли на пик сезонной заболеваемости. И в среднем у нас не превышает уровень заболеваемости 8-10%. И мы с радостью отмечаем, что сегодня, 22 сентября, у нас подключено отопление. В Самаре 12 лечебных учреждений и 8 детских садов утром уже подключили к системе отопления. Согласно нормативам, отопление жилых домов и социальных учреждений подается, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице не выше 8 градусов. Пока столбики термометров держатся на отметке 10-12 градусов. Тем не менее, отопительный сезон решили начать. Первыми подключают детские дошкольные учреждения и больницы со стационарным содержанием пациентов. До конца недели планируется подключить все. Это сделано по поручению губернатора, чтобы сократить риски простудных заболеваний. Есть ситуация, идет рост ОРВИ. Естественно, вот при даже такой температуре, где среднесуточная 9 градусов, 10 градусов, люди, которые болеют ОРВИ или находятся, скажем, в лечебных учреждениях, детишки находятся в детских садиках. Поэтому и принято сегодня предложение, мы направили ресурсникам за подпись у главы письма о том, что начать подключение именно этих объектов, объектов в социальной сфере, это дома ребенка, детские сады в первую очередь, лечебные учреждения. Что касается многоквартирных домов, отопление будет подано в плановом порядке. Елена Малютин, Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.